Здравствуйте, друзья! У нас сегодня гости на канале. Ну, представляйтесь, гости. Здравствуйте! Меня зовут Иванка. Год назад я принимала участие в вашем конкурсе на канале. И вот подписана я на ваш канал где-то год и может три месяца. То есть после моего приезда в Америку. И я написала вам письмо, после которого вы предложили мне записать видео. Поэтому надеюсь, что то, что я скажу, как-то может промотивирует людей. Потому что у меня... Давайте я ссылочку еще дам под этим видео. Я дам ссылочку на то видео, где вы в конкурсе участвовали. Вы сейчас такая, я бы сказал, солидная взрослая такая дама. А там вы сидели в такой трикошечке. И рядом с вами были такие китайские детки. Корейские. Корейские по программе УПР. Вы там их... Совершенно очаровательные детки. И мальчик такой сказочный был. И девочка совершенно замечательная. Такие хорошие детки. И вы там что-то такое рассказывали. И как-то вы так сидели мудро держали, да? А, да, да. Это я помню. Медитация. Медитация. Вы сейчас медитируете? О, я медитирую. На работе медитирую по 9 часов. Ну так давайте вернемся назад немножко. Вы приехали по программе УПР. Вам было в это время 21 год, да? Сколько? 22? Ну вот, закончила я университет. По специальности? Да, далека. Я получила диплом бакалавра, закончила Кийский лингвистический университет. У меня специальность переводчик корейского языка со знанием второго, то есть английский. Я ездила в Корею как студент по обмену, то есть США, это не первая страна, куда я приехала. И я не хочу, чтобы, ну как бы я хочу людям просто дать такую подсказку, что с 16 лет я уже как уехала с родительского дома, и я постоянно жила в общежитии. То есть я одна поехала в Корею, потом я одна поехала в Польшу, и потом я одна приехала в Америку. То есть у меня длинный путь, как бы становление личностью и понимание, что такое жить самостоятельно, без родителей. А вот до 16 лет вы проявляли самостоятельность, или вы такая домашняя-домашняя девочка, раз и там, и все, и уехала. Я была, я бы сказала, целеустремленная. Я не из очень большого города, я не скажу, что я домашняя, нет, мне было страшно в магазине что-то покупать, ну то есть лет к 15 я боялась что-то спросить, если мне там неправильно посчитали. Я такая, ну ладно, там немного больше заплачено, нормально. Небольшой, небольшой город какой? Это Луцк, ну пригород как Саберн. Город Луцк, это Волынская область. У нас есть замок, я знаю, что вас любят спрашивать, что у вас есть интересно. У нас есть очень известный замок, очень старенький, ну для нас он не... Еще с польских времен, да? Да, да, да. Мы живем два часа езды от польской границы, поэтому нам очень близко Европа, Польша, и люди зарабатывают, как бы в основном, ездят на, я не знаю, за границу. Шабашничают за рубежом. Вот, ну в школе, я училась в обычной школе, но я где-то в классе седьмом, восьмом начала увлекаться очень Японией, мне страна очень нравилась, я увлекалась историей, и, ну, в общем. И потом в старших классах я решила, что я хочу поехать в Азию, я решила, что я хочу что-то узнать новое, и это мне близко. Я не знаю, почему это мне близко по культуре, но это мне близко, вот хотелось мне, вот надо, надо поехать, пожить, увидеть. У меня такая, знаете, мысль, что в Японию была большая очередь, и вы стали учить корейский язык. Да, я не знаю, вот потом, когда ближе я начала изучать, и среди всех этих азиатских стран, как-то Корея мне понравилась больше всего. Не знаю, может, наивная я была, но... Да, это было очень странно, мои учителя такие, как Иванка, корейский язык, куда поступать, ну, на корейский язык. И, да, и вот мои родители мне поставили условия, папа меня постоянно поддерживал, но мама, она хотела, чтобы я училась на международных отношениях, ну, что-то такое, да-да-да. Вот, и они мне поставили условие, что если ты пройдёшь на бюджет, тогда ты поступаешь туда, куда ты хочешь. Если ты не проходишь, тогда, если мы платим за твоё обучение, ты будешь учиться там, где мы хочем. Вот, ну, и да, я прошла на бюджет в... Я была одна... На что прошла? Бюджет, это... А, бюджет, на бюджет, ага, понял, понял. Да, вот, я была одна из двух людей со всей страны, которые получили бюджет, ну, хорошо, да, я так, знаете, старалась, хорошо сдала тесты, ну, государственные экзамены, и я была довольна собой, что я поступила. Ну, вот, отучилась, съездила в Корею два раза, в разные университеты, поучилась, пожила, поняла, как там всё обустроено. Но вы не разочаровались, да, то есть вы поехали в Корею раз, Корею два, и вы поняли, что действительно правильный был выбор, вот это оно. Я не жалею, если честно, я не жалею то, что я выбрала изучать корейский язык, я не жалею, что я сейчас его знаю, я не жалею о том, что я поехала. Да, жить, я сейчас понимаю, мне бы жить было, может, и не сложно, но всё равно я такой человек не публичный. А в Корее хочешь, не хочешь, но ты слишком белый, чтобы быть не публичным. Вот особенно я, у меня светлые глаза, у меня светлые волосы, и да, это правда, они спрашивают, это твоё? Это что, действительно, вот ты такая родилась? Настоящая там, да? Да. А можно потрогать? Да, особенно вот нос они могут потрогать. А что с носом? А потому что у нас немного, не так, у нас здесь выше идёт перегородка, а вот у них ниже, и они думают, что это операция. Ой, фига. Да, да, глаза большие, там такие, о, это твои глаза, ну, в общем, да, всё такое странно, и сначала, если это может быть приятно, так потом ты понимаешь, что неважно, как хорошо ты разговариваешь на их языке, неважно, как хорошо ты уважаешь их обычаи, и да, я очень уважаю их обычаи, как разговаривать, как кланяться и так дальше, ты всегда будешь оставаться иностранцем. Белой иностранной вороной, так. Да. Они будут тебе говорить, о, как хорошо ты разговариваешь на корейском языке, о, ты такая хорошая, но ты не скорее, ты не скорее всего. Подождите, всё-таки, всё-таки, вот вы вернулись, ну, или как-то отучились, отстажировались и так далее, вы пока учились и стажировались, вы задавали себе вопрос, дальше-то чего, вот куда я теперь пойду с корейским языком? И у меня ещё один вопрос по ходу дела был, я не спорю, а вот те, кто вас учил корейскому языку, они корейцы были или так, типа вас? Нет, разные были, то есть у меня на каждые четыре года я училась и каждый год у меня был новый преподаватель, как бы по мере нашего уровня корейского языка, уровень преподавателей, которые преподавали тоже рос, Поэтому были такие, как я, и были очень сильные преподаватели, они не носители языка, у нас были носители, но носителям тяжело объяснить язык, а не просто разговаривать, ты можешь с ними разговаривать. То есть изучение языка шло с опорой на родной язык? Да, но в Корее, когда я училась, конечно, там были корейцы, носители языка, они объясняли на корейском, они учили на корейском, корейский на корейском. Ну хорошо, всё-таки, вы думали о том, что я дальше-то делать буду? Ну да, я мечтала, вот когда я поступала, я же не просто хотела поехать в Корею, там, я не знаю, выйти замуж и всё, и такая сидеть, деток корейских, да, смотреть, нет, я очень хотела, я очень люблю свою страну, я с западной Украины, поэтому, да, у меня-то, я не знаю, в крови, наверное, генетически, нельзя не любить свою страну, я очень горжусь Украиной, я разговариваю на украинском, поэтому мой русский такой, ну да ладно. Не прибегайтесь, не прибегайтесь, так. Ну, это не важно, я, мне хорошо на украинском разговаривать, я не переживаю за свой русский, вот, но, да, я очень хотела работать в посольстве, в украинском посольстве в Корее, я хотела представлять нашу страну, я хотела, чтобы как-то от меня, ну не непосредственно от меня зависели отношения, но чтобы наши страны вот стали ближе, вот, Вот, да, вот, я хотела это как-то... Мечтательная, мечтательная девочка, да. Но потом, когда я узнала, как это все, я еще когда-то хотела работать в ООН, тоже там, в Human Rights и так дальше, вот, чтобы, да, у меня оно есть еще такое, где-то горит, что вот, надо как-то помогать, как-то вот страну свою представить, вот, что-то сделать в этом мире, ну, не просто амбиции, а быть бэд. Ну, хорошо, ладно, дальше вы начали сталкиваться с реальностью какой-то. Да, да, когда я видела, где учился посол Украины в Корее, что он учился просто на юридическом факультете, ну, как-то так случилось, и украинское посольство в Корее желает лучшего, очень даже. И потом, то, что случилось в Украине, ну, я была открыта к тому, чтобы преподавать корейский, я люблю преподавать, и когда у меня было свободное время, я преподавала онлайн, вот, пока я здесь, в Америке, прям не нашла работу, постоянную, я продолжала преподавать онлайн, мне нравится, мне нравится готовить уроки индивидуально, ну, это мое. Ну, да, ну, так случилось, что в Украине произошло то, что произошло, и я, ну, у меня была политическая позиция, я этого не скрываю. Да, я понимаю, что все обернулось не в лучшую сторону, но я хотела, чтобы, как бы это объяснить, и так, чтобы не расплакаться, чтобы мои дети жили в лучшей стране, но все вышло как... Как вышло, хорошо. Как вышло, да, и это меня очень-очень подрезало, я не хотела уезжать со своей страны, но я разочаровалась, и я поняла, что ты ничего не можешь делать. Хорошо, а вас мама как называет? Иванка. Прям так вот Иванка? Да. У меня, как, full name. Ты напрашиваешь, как, Иванушка, там... Нет, нет, Иванка, Иванка. Ну, у меня, как, полное имя это Ивана, но меня так никто не называет. У меня все... Хорошо, значит, Иванка, как вам в голову пришла такая вот мысль, что можно поехать в США, в корейскую семью, сидеть с детками? Это же все-таки нетривиальный ход какой-то, или кто-то должен тебе сказать, слушай, есть такой вариант, или, ну, как это происходит, вот, почему кому-то такое в голову приходит? Ну, вот, когда я заканчивала университет, это уже после революционных событий, я была на четвертом курсе, и я, как бы, специально искала страну, куда я хочу уехать после того, как я закончу университет. То есть я хотела получить этот диплом бакалавра, но я уже не была, так, как скажем, я не горела этим. Для меня это ничего не значило, потому что я знала, что я уеду, но я хотела, чтобы родители вот знали, вот, доча отучилась, вот у нее есть диплом, она дипломированный специалист. Но для меня это особо роли не играло, я смотрела на страны Скандинавии, я очень хотела в Норвегию, но как-то не случилось, слишком холодно, у меня плохо с холодом. Ну, я шучу, ну, на самом деле, просто сложно уехать, и я знала, что в Америку тоже сложно уехать, но, в принципе, у меня был опыт работы, я преподавала украинский язык корейским деткам в Украине. А где вы нашли корейский деток? Знакомство, знакомые знакомых. Иностранцы, корейцы прямо оттуда? Да, 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 прям корейцы и их детки ходили в украинскую школу, и вот, я просто приходила после университета, и как бы там два-три часа помогала им, то есть домашние задания делать, все такое. Поэтому опыт у меня был какой-никакой, и я решила, да, вот, что программа ОПР, я очень долго искала, это не так, что вот я утром проснулась, или там кто-то мне позвонил и сказал, вот, Иванка, а ты не хочешь поехать? Нет, я очень долго искала, я поехала в Польшу, я заработала сама деньги на эту программу, я не хотела брать деньги в родителей. А что делали в Польше? Малинку собирала. С кустиков? С кустиков, с кустиков, тяжелая работа физическая, но ничего. А, подъедать можно? Можно, можно, но не особо хочется, если честно, целый день смотришь на нее, поэтому... А, да, было сложно, было очень обидно, что мне только 20 лет, почему я должна это делать? Ну, да, простите. Вот, и я приехала для того, чтобы принимать участие в этой программе, я уже нашла эту программу ОПР, там надо заплатить... Я ничего не скрываю, тысяча долларов она обходится, то есть билет тебе оплачивает здесь компания, если ты подходишь к семье, а ты должен заплатить в посольстве, то есть визовый снос... Да, в сбор, и 800 долларов стоит программа, как бы с украинской стороны я сама нигде не регистрировалась, я нашла агентство, которым этим занимается, агентство очень презентабельное, очень популярное в Украине, в стадии UA, если кому интересно, оно и в work and travel занимается, и ОПР, поэтому и вот я заплатила, а мне надо было получить водительское удостоверение, это в принципе у меня заняло время, Ну вот, поработала я в Польше, потом я еще съездила в Краков, в Прагу, ну я погуляла, я не только там, я съездила, посмотрела мир... Как ты моя, Краков, Прага, это как? Мне очень понравилась Прага, я прям не знаю, я ходила там, я мечтала там жить, мне не надо, это именно культурная сторона Праги, я не выходила даже как бы за линию этого исторического пространства, я вот там хотела гулять, и мне там так все нравилось, я не знаю, да, я очень-очень довольна, вот именно красиво вот в Америке такого нету, к сожалению, я очень люблю Америку, но... Краков тоже там исторически? Да, и Краков мне очень понравился, я не знаю, вот, ну да, это как, видите, я жила в Украине, я часто, в принципе, бывала во Львове, и они мне вот так, это близкая мне культура, это близкая мне архитектура, вот Киев, это не мое место, а Львов, Прага, Краков, это такие, я не знаю, да, когда получу документы, опять туда поеду, да, ну вот, и приехала я домой, Я пошла отучиться на... получить водительское удостоверение, я получила водительское удостоверение, все честно, отучилась 4 месяца, готовила документы, пакет документов довольно такой объемный, скажем так, Тебе надо рекомендации от семьи, где ты работала, тебе надо видео снимать, тебе надо заполнять разные психологические тесты, непсихологические тесты, а потом, то есть, справка о несудимости, в больницу я ходила, мне там много тоже всяких надо было анализов подавать и заполнить мою анкету. Ну, в общем, если кому интересно, можете зайти, там, на стадию, или, я не знаю, просто программа ОПР, посмотрите, там, в принципе, такой громоздкой набор документов, но если захотеть, можно все очень быстро сделать. Слушайте, а вы вот, как бы, маленькая девочка такая, или большая? Вы имеете в виду рост? Я очень маленькая, я метр пятьдесят восемь или метр пятьдесят девять, и я вешу сорок четыре-сорок пять килограмм. То есть, такая мессипусечка. Да, я такая, да. У меня, у меня американцы в компании спрашивают, у них второй вопрос, а как тебе одежду тяжело покупать? Я такая, нет, нормально. Я думаю, на таких, как вы, да, на таких, как вы, легче купить. Вот мое впечатление, что на маленьких девочек легче. Вот делают, как вот на китаяночку, вот все вот так усенькое, вот там заходишь. Ну, я не жалуюсь, если честно. У меня румейты, у меня все на работе, все такие, ой, ты такая бэйпичка, ты такая бэйпичка, потому что я маленькая по возрасту. Ну, как бы, я считаю, что я еще не взрослая. А мальчики на вас реагируют, так вот, интересуются, такие большие или тоже небольшие мальчики? Большие. Хорошо, хорошо. Именно не взрослые, а именно я думаю, что вот, я не знаю, там высокие такие, потому что, наверное, знаете, как маленькая сестра, или, я не знаю, там такая маленькая подруга. Ну, ничего, нормально, я не комплексирую, если честно. Нет, а что, так нормально. Если было бы два метра роста, это было бы больше оснований там нервничать, мне кажется. Хорошо, я просто смотрю на вас, я так в экране-то, я же не знаю. Вот эти вот, которые вас брали на работу, ОПР, они реально хотели, чтобы вы владели корейским? Вот, они все-таки в Америке живут? Вы с детьми на каком языке общались? На английском. Дети не знают корейского языка. Дети в третьем, да. Вот, я сделала ошибку на самом деле, договорить, как так попало, вот, что корейская семья. Я, у меня было два варианта, у меня была чисто, чисто американская семья, двое детей, бизнес-вумен-мама, папа тоже какой-то там начальник. Ну, то есть, и у нас было уже интервью, я очень боялась, я очень плохо знала английский язык. Ну, я и сейчас думаю, что я плохо знаю, но, как бы, проблем у меня нет, если честно. Мнительная какая-то. Да, да, я очень не уверена в себе, на самом деле. И, вот, и у меня было это интервью, я уже хотела согласиться в ту семью, мне все очень нравилось. Мама очень такая толковая женщина, она вот все мне рассказала, как у них устроить, все, и мне подходило, и я, как бы, им понравилось. Но потом у меня прошло где-то несколько дней, и мне пришла заявка от этой корейской семьи, и вот мы все такие, я, мои родители, ну, корейцы, ну, наверное, это судьба, ну, надо вот тебе туда поехать, вот, если так случилось, то, наверное, вот, да, едь туда. На самом деле я пожалела, мне было очень сложно, этот год у меня был просто ужасный. Ну, трое деток, да, нормально, но не все зависит от деток, на самом деле. Родители были такие, скажем так, очень сфокусированы на себе и на своей работе. И мне очень было интересно, как там я, я с детками домашние задания делала. Ну, объяснять математику шестилетнему ребенку на английском языке, это сложно. Мне бы кажется, и на украинском было сложно. Ну, вот так случилось, но ничего, все случается к лучшему, это меня как-то промотивировало, наверное. И я выбрала эту семью в результате. Я долго сомневалась, но я выбирала. Не меня выбирали, а уже потом я. Но они вас не обижали? Ну, как? Ну, кормили нормально, там, не называли словами всякими нехорошими, не кричали на вас. Не называли, ну, конфликты у нас были, но я очень спокойный человек. Я не надо трогать, вот, я жила тем, что я уеду. У меня была вот цель, у меня была цель, и я могу это объяснить. Я уезжала в Америку, в аэропорту, и до этого я знала, я назад не вернусь. Я не ехала сюда, чтобы побыть нянечкой. Я ехала сюда, потому что я хотела уехать в Америку. А нянечка, это был как определенный этап. В Польше это был определенный этап, чтобы насобирать денег, чтобы оплатить программу, потом получить визу, приехать в Америку, и потом здесь остаться. То есть, два года я растянула в такой этап, чтобы ступить на какой-то, на новый уровень своей жизни, который, мне кажется, сейчас у меня есть. Я, в принципе, довольна. Но было сложно. Было сложно. Ну, подождите, значит, в какой момент вы оказались на нашем канале? Вот, когда я собирала документы в Америку, точнее, когда я уже собирала документы в посольство, я думаю, да. Мне вот тогда парень показал ваше видео разговорное, и я сначала не поняла. Там было что-то с документами связано, что-то с визой, как проходить интервью или что-то такое в посольстве. И он говорит, вот посмотри. Он смотрел ваш канал. И я так не поняла, ну вот смотришь видео, да, а там вас не видно. Сейчас-то я уже привыкла, я редко смотрю видео и только слушаю. А вас не видно, кто-то говорит, какой-то дяденька, непонятный голос, там дорога. Ну, я так, не особо воспринимала. Но потом, да, как-то очень влилась, и мне так прям мудростью... Да, я очень-очень прям кофе готовлю, я слушаю ваши видео. Ну, постоянно у меня все видео просмотрены. Ну, так случилось. И вы уже были в Америке, и вы решили... Там пару месяцев были, да, когда стали в конкурсе участвовать? Да, да, было здесь пару месяцев только. Я хотела, если честно, вот чтобы там не думали, что мне так повезло. Да, мне повезло, но я сказала, что я получила... Это был как выигрыш, потому что... Мне кажется, что надо себя больше мотивировать, если ты не заплатил деньги, вот. А тебе что-то досталось, грубо говоря, на халяк. А зачем вы стали участвовать? Какая мотивация была? Я просмотрела... Я очень... Я думала, что я не capable, как это сказать? Не в состоянии. Да, не в состоянии делать что-либо, связанное с программированием, что-либо, связанное с компьютером. Я просмотрела ваш курс. Я подходила очень серьёзно. Значит, у меня когда было время, я занималась детками, я работала 45 часов в неделю, и я работала все эти 45 часов. Потом, когда у меня было свободное время, я прочитала книгу на русском языке, у меня есть куча нотаток, я просмотрела ваше видео по тестированию на русском языке. И я решила, почему бы не попробовать. Вот я связалась с вами, я с вами связывалась... Нет, подождите, подождите. А в конкурсе участвовать вы как стали? Вот, это всё было до этого. Я вам сейчас объясню. Исторически всё так сложилось. И вот я с вами связалась по скайпу. Почему я связалась в первую очередь? Потому что я хотела взять ваш курс. То есть я рассчитывала на то, что я буду платить. Я была готова заплатить. Вот на осень у меня всё так было продумано. И потом вы мне порекомендовали в процессе нашего недолгого разговора человека, который мне может помочь с политическим убежищем. У меня есть история, поэтому... Это из Лос-Анджелеса, который человек? Нет, это который из Сан-Франциско. Ага, понял. Один из наших. Да. Вот. И да, и вот я у вас спросила за этот курс. Вы говорите, да, да, ну вот ты сначала сделай с документами, посмотри, как там у тебя будет, а потом, если что, ты пиши, звони, стучи, скажи. Хорошо, ну вот я сразу подала документы тоже. У меня просто всё занимало время, потому что я откладывала деньги сама. То есть я получала, я могу сказать сколько, 800 долларов в месяц это то, что платят ОПР. Всё. Это всё, 800 долларов в месяц. То есть мне, чтобы платить адвоката, надо было 2,5 месяца работать. Это только первый взнос для того, чтобы подать документы. И вот поэтому у меня это всё так оттягивалось. Ну я была настолько благодарна, когда я подала документы, и мне пришло подтверждение о смене статуса. И вы как раз, и в это же время вы запустили конкурс на канале. И мне так хотелось вас отблагодарить. Вот честно. Мне просто хотелось. То есть даже если вы посмотрите видео, я человек, который я очень благодарна. Вот я до сих пор, я общаюсь со своей учительницей, как это там, зарубежная литература. Да, иностранная литература. Да, потому что эта женщина, она научила меня любить читать. Она научила меня любить книги. И я уже закончила школу 7 лет тому назад. Я до сих пор перехожу в школу. Мы переписываемся на Фейсбуке. Ну, потому что вот это то, как я хочу сказать спасибо. Но это большая награда для педагога. Я вам скажу, что я себе представляю эту учительницу, которая смотрит на вас, которая уже сама учительница фактически. И я думаю, это высшая награда для преподавателя. Да, вот. Ну, я надеюсь. Просто да. И мне так хотелось отблагодарить. Вот даже то маленькое, возможно, что вы сделали, но волшебный пинок, как это говорят, он был. И, да, я просто за это хочу сказать спасибо даже сейчас. И я не знаю, как я... Я не могу, в принципе, отблагодарить вас никак, кроме как словами. Нет, но вы решили видео сделать. Да. Приятного. Я решила сделать видео, потому что я смотрела, что как бы видео немного есть уже на конкурсе. И я думаю, ну, а почему бы и нет? Я очень боялась, потому что я не уверена. Я знала, что будут комментарии о том, что язык не такой, выглядит не так. А я удаляю плохие комментарии. Да, я знаю, вот именно, вот вы удаляете, а это, знаете, ты увидишь какой-то один, и потом, ну, наверное, там было еще десять. Вот я такой, да. Ну, это неуверенные люди в себе, такие, как я, рассуждают. Вы же были в Корее, вы уже публичный человек. Ну, да, действительно. Да, и вот я сделала видео. У меня старшая девочка помогала мне снимать. Ну, то есть я ее ставила в правильный ракурс. Сама заходила перед камерой, что-то там говорила. Потом обрезала, сама делала. Ну, сделала я его где-то у меня один день. Ну, я никогда таким не занималась. Я знала, что это... Первый раз. Да, первый раз. Ну, ничего. На что снимали-то? На айфон. О, окей. То есть и камеры тоже не было. Хорошо. Да, да, на айфон. А видео хорошее, очень прилично. Я недавно пересмотрел, вот после того, как вы, значит, проявились там недавно. Я пошел посмотреть это видео, и такая ласточка. Вы как-то старше стали. Может быть, если то, что пиджачок такой, или что это у вас блузочка, но как-то вот такая официальная сейчас. Нет, на самом деле я даже на работу там не одеваюсь официально. Просто так выглядит, потому что вы не видите меня в полный рост, я так думаю. Ну, и в принципе. А вы на каблуках ходите? Ой, нет, какие каблуки. У меня кеды, кроссовки. Понял, понял. Зачем она мне? Нет, ну, потому что вы маленькая, но сейчас раз на каблучке. Да, ну, нет, нет. Я за удобство, я всегда была за удобство. Молодец, молодец. И в Америке мне это очень нравится, и мне очень нравится моя компания. Никто, никого не интересует как-то гед. Давайте в сторону компании пойдем. Итак, вы приняли участие в конкурсе. Да, я не, как бы там, я не выиграла, да, ну, то есть, эти первые места, но я не разочаровалась. Но потом, когда вы сказали, что все могут получить возможность бесплатно учиться онлайн, ну, вы понимаете, я была готова заплатить тысячу, а тут ты понимаешь, что не надо платить тысячу. Ну, конечно, это, как бы, тешит. Ну, вот, и, конечно же, я отучилась, я слушала все, вот, я заканчивала работу в 9 часов, и в 9 часов начинался ваш курс, поэтому я только с одной комнаты в свою прибегала, и я слушала все онлайн-уроки, я делала все домашние задания. А понятные материалы эти? Или там что-то сложное есть? Конечно, я прочитала одну книгу перед этим, я очень много видео просмотрела. Почти все доступные видео, которые у вас были по тестированию, я просмотрела. И когда у меня было время, я смотрела из ИВЭТа, я знаю почти всех ваших преподавателей уже, даже которые меня не учили, я просмотрела мобильные тестирования, не мобильные, автоматизацию, я знаю Элю, потому что я просматривала ее видео по 3 часа, там, я не знаю. Я сейчас повесил новое, мы только что закончили писать, с телением уже без IDE, сразу прямо веб-драйвер, с Java и 10 занятий, вот только-только закончили писать. То есть совершенно новое вот. Да, и я скажу, что на английском языке не было очень сложно слушать, хотя я переживала по этому поводу. Я читала книгу, вот даже у меня есть, я купила книгу, у меня есть несколько книг софтвэр-тестинг, одна какого, Рона Паттона читали? У меня есть Рона Паттона и у меня есть еще одна какая-то книга тоже, обе на английском языке, я их читала на английском языке. Хорошо. Но вы не сразу пошли работу искать, вы какое-то время, а, вы разрешение на работу ждали. В первую очередь, я ожидала разрешения на работу, я его получила в марте. А второе, у меня контракт с семьей на год был, то есть заканчивала я 12 мая. И раньше... 13-го? 12-го. 12-го мая. Да. Я понял. То есть вам надо было, но вам надо было тогда понять, когда начинать поиск работы, потому что если вы закончите контракт 12-го мая, начнете искать работу, неизвестно сколько времени пройдет. И где вы географически, только скажите? В Нью-Йорк. В Нью-Йорк. В Нью-Йорк. А, прямо в самом вот этом вот. Ну, я жила в селе, вот, час от Нью-Йорка на поезде, но меня это не остановило. Ну, вот, я закончила ваш курс, это где-то конец декабря. Да, под Новый год. И я долго не ждала, и мне родители презент сделали, они сказали, что ты хочешь там на Новый год, и вот мы посоветовались, решили, они мне оплатили курс русскоговорящий по автоматизации, чисто веб-драйвер, наверное, вы слышали баранцы, поэтому, и я вот автоматизацию, чтобы иметь представление. У меня были стикеры, вот там, сегодня ты учишь, что такое Дженкин, завтра ты смотришь, что это такое, чтобы знать просто, что это такое, ну, как бы, все эти приложения, тулы, тулы, я не знаю. Инструменты. Да, инструменты. И вот я училась, этот курс у меня закончился в марте, я тоже пыталась делать домашние задания, не всегда получалось вообще. С Джавой и с чем, с Пайтона? Пайтон, да, вот я учила Пайтон тоже, я проходила курсы, я у вас проходила все эти тесты по HTML, CSS, то есть SQL. У меня есть представление, в принципе, я так, я пыталась быть в, я не знаю, вовлеченной в это. Хорошо, но все-таки работу вы начали искать, в какой момент? Как только я получила разрешение на работу, вот я вам написала, да, в марте, я вам написала, что можете проверить мое, можете посмотреть, вы мне ответили, и я стала искать работу. Я подавала, следовала всем инструкциям, я такая, еще школьница. Еще момент, вы каким-то транспортом владели, как вы перемещались? Ходила или ездила поездом. На интервью. На интервью ездила поездом, я сейчас вам расскажу, и вы поймете, наверное, что у меня была не самая прекрасная семья. Они знали, что я остаюсь в Америке, и они знали, что я не буду остаться, они хотели, чтобы я у них осталась там на 6 месяцев или там на полгода, но как бы я жила, я не чувствовала, что я живу, у меня постоянно, у меня не было денег, не из-за того, что я транжира, а из-за того, что я постоянно что-то откладывала. Я знала, что мне надо будет приличная сумма на жилье, я знала, что мне надо будет приличная сумма, если там покупать мебель, я знала, что мне надо будет то оплатить, то оплатить, поэтому я вообще не тратила. Вот эти 800 долларов, что я получала, я не тратила вообще ничего. И когда пришло время на интервью, я получила первое приглашение на интервью где-то через месяц после того, как я искала работу. У меня были звонки, не скажу, что очень много, у меня были фон-скрининги, но я много заполняла на работу. Я тратила 30 минут минимум в день, чтобы просто подать на заявки. Это где не надо полностью заполнять аппликейшн, где ты просто клик и все, клик и все. 30 минут это не безумно много времени. Это не безумно много, нет. Да, вот через месяц я получила, у меня просто несколько рекрутеров таких нормальных попало. Ну, в результате я сама нашла работу, но они были такие, что они мне присылали какие-то вакансии, такие неплохие, да. Итак, первое интервью, давайте. Первое интервью, ужас. Чувствовала себя бомжом, пришла в очень дорогое здание в центре Манхэттена. Приехала, ну, у меня было там приглашение на интервью. Я такая, я утром должна была собирать детей в школу, то есть у меня приглашение на интервью на 10 часов. Я собираю детей в школу. Я просыпалась в 5, собирала их в школу, отправляла их в школу. И шла на поезд где-то 20 минут, пришла на поезд, делала час ехать в Нью-Йорк, потом по Нью-Йорку ты еще идешь. И я уже такая, пришла на интервью, я уже была уставшая. И я очень переживала. Где-то час было это интервью, но они хотели в начале мая, чтобы я приступила к работе. И в результате они меня не взяли. Я не знаю, то ли из-за того, что они очень быстро хотели, но у меня был отказ. Ну, отказ, отказ. Конечно, я расстроилась, я очень расстроилась. Но это интервью дало вам что-то в прохождении следующих интервью? То есть вы набрались чего-то? Да, и страшно было уже. Мне так было страшно. Думаю, о, сейчас он как начнут меня спрашивать. Но у меня был один человек, менеджер, и он практически он мне рассказывал, потому что я его спрашивала. Он меня один вопрос спросит, и я у него 10 еще спрашиваю. А как там то, а как там у вас все, а вот вы с этим работаете, а с этим вы работаете, а то вы знаете, что вы используете. Это вы интуитивно так, или это вы по моему видео шпырили? И по вашему видео, и интуитивно, вот что приходило в голову, спрашивала и спрашивала. И я говорила, что я работала remotely, ну то есть удаленно. И вот говорю, а как у вас дух компании, дух команды. Вот я много раз спрашивала об этом. Как вот вы поддерживаете, я не знаю, отношения. Вот, было уже не страшно. Второе интервью было очень страшное. Два с половиной часа почти три-семь человек. Это обычное интервью. Второе интервью как раз обычное. Ну, у меня было семь человек. Ну, ничего страшного. Я тоже приехала, очень было новое здание. Ну, действительно, это все меня так пугало. Я думаю, господи, Иванка, ты что, куда ты идешь в своих кроссовках? Иванка, уйди. Ну, да, ну я пришла. Нормально были хорошие. Ну, тоже не подошла, потому что, я думаю, я не умела использовать баш. Ну, сейчас я уже знаю, как использовать баш. Это вот, чтобы ты все писал. Они не хотят, чтобы ты работал там напрямую с гитхаб. Ну, в общем, неважно. Неважно, да. Да, да, да. Вот. Чтобы ты больше мог писать код. А, и, кстати, это интервью, у меня было два задания. То есть, перед тем, как прийти к ним на интервью, они тебе отправляют задания, которые ты должен сделать. И там надо было написать код. И ты потом приходишь, показываешь, они тебя еще просят исправить. Ну, это была автоматизация. Ну, больше автоматизации. Ну, не прошла. Ну, тоже было так. Не очень приятно, но да ладно. А потом у меня была компания, куда я уже попала в результате. Я проходила два теста. Они мне отправляли, я прошла этот тест. Потом у меня был фон-скрининг час. Я разговаривала с менеджером. Я прошла фон-скрининг. Потом они меня пригласили в компанию уже на интервью. Это все занимало, то есть, через неделю. Поэтому, если мы почитаем... Стоп, стоп, стоп. Вы сказали, что вы где-то сами нашли. На коррекции листе вы где-то? Нет. Нет, какой-то сайт. Ну, знаете, как оно бывает? Вот есть вакансия. Когда ты нажимаешь, тебе надо заполнить анкету полностью. Да, да. То есть, уже на сайте... Да. Вот я так делала. Я заполняла полностью свою анкету. И потом они мне уже написали непосредственно на почту. Вот, что мы прочитали. А у них был какой-то вопрос. Они давали ссылку, и они говорят, вот как вы это протестируете. И ты должен был дать ответ на песню. И они мне прислали, что им понравился мой ответ. И хочу ли я продолжить с ними отношения. И они мне прислали новые задания. То, что там тестировать, писать тест-кейсы, писать там... Вот. Я тоже это сделала. Мы сейчас этого не делаем, на самом деле, в компании. Но я это делала. Задания... Ну, это, в принципе, то, чем мы вас и учили все это время. Ну, да. Не скажу, что было очень сложно. Ну, да. Я просто переживала. Но это адекватно. Это очень адекватные люди. Но просто, что это все занимало, как бы, что-то одно дело в неделю. То есть, вот ты делаешь, ты отправляешь, тебе звонит Human Resources потом и говорит, да, вот вы прошли. Потому что она разговаривает с менеджером, который я проверял. И это все где-то... Она говорит, вот вы, мы дадим вам фидбэк, ответ где-то через неделю. На следующую неделю. Ну, хорошо. И потом меня уже пригласили. Я думала, что я провалила фонскрининг. Потому что это было... В четверг мне сказали, что меня не берут на работу, где я проходила интервью до этого. А в пятницу у меня был этот фонскрининг. И я уже такая была... Ну, все, это не мое. Наверное, наверное, не подхожу я на эту позицию. Но я прошла фонскрининг. Сказали, что очень довольна менеджер. Я такая, ну, ну, ладно. И пригласили меня на интервью. Я приехала на интервью. У меня было трое человек, которые меня интервьюировали. Один был Automation. Ну, то есть, который автоматизация. Была девушка, которая... Ручное тестирование. User Interface, точнее. И была менеджер. И каждый где-то по часу. И каждый приходил своим заданием. Они приходили и открывали свои макбуки, которыми я не умела пользоваться. У меня леновая. Но они открывали опционы и говорят, вот это ты видишь, вот как ты будешь это тестировать. И все. Или там что-то показывали. Вот как ты это будешь делать? То есть, все, они постоянно спрашивали конкретно. Они дают тебе задание, вот как ты будешь делать. Ну, прошло это интервью. Потом мне позвонили, сказали, что очень хороший ответ, что я им понравилась. Но надо еще пройти интервью с каким-то очень там... Ну, сейчас-то я знаю кто, но тогда я не знала. С начальником как бы отдела инжиниринга. То есть, всех. Не только там QA, а все. И он был где-то там не в Штатах в то время. И вот на следующей неделе приходи еще с ним поговоришь. Ну, я думаю, ну вы думаете, мне так удобно ездить? Или мне дешево ездить в этот ваш Нью-Йорк? Ну, приехала я через неделю. И это было где-то за несколько дней до того, как я заканчивала свою программу. То есть, в начале мая. Я приехала. Он оказался очень милым. Но таким, знаете, он молодой. Но вот он спрашивает. Ты ему отвечаешь так много-много. Он тоже мне задание показывал. Тоже меня спрашивает. А потом ты так отвечаешь, отвечаешь. И он такой, да, cool, cool. И ты такой, что, что тебе не понравилось? Он просто такой человек, как оказалось. Но я очень переживала. Думаю, ну все, все, не понравилось. И еще с менеджером я тоже разговаривала второй раз. И потом мне сказали, что да. Где-то вот это было в четверг. И в понедельник мне сказали, что очень хороший фидбэк, что я всем понравилась, что они мне хотят предложить работу. И они мне прислали от... Ну, пока мы разговаривали, они мне позвонили по телефону. Это было так мило. Со мной менеджер разговаривала. Ну, все почти разговаривали, кто меня интервьюировал. Все говорят, о, мы тебя ждем в нашу команду. Ну, так, да, мило. И это по времени практически совпало с вашим уходом от корейцев. Да, да. Вот я ушла от них. Между этим я не только интервью приходила. Я искала жилье. Мне было очень сложно. Я нашла жилье. Мне надо было переехать. Я покупала всю мебель. Я собирала мебель. Чтобы все не думали, что я такая счастливая. И что всем вот так все легко дается. Кто приехал в Штаты. И кто попал только, я не знаю, на канал Михаила Портова. И уже все. Вот увидели дядю Мишу. И я не знаю. И Америка вам стала раем. Нет, не так. Я сидела, потому что я знала, что у меня нет денег. Я не могу заплатить, чтобы кто-то мне собирал мебель. Поэтому я сидела, я кровать сама собрала. То есть я 14 часов сидела и собирала мебель. Да, с Алькеа. Но я со своими 45 килограммами все это сделала. Поэтому если вы хотите эмигрировать, будьте готовы к тому, что надо работать и физически, и себя так вот бороть. Я не знаю, как правильно сказать. Ну, хорошо, хорошо. Так вы переехали прямо в Нью-Йорк сейчас или где вы? Я живу в Нью-Джерси. Но я живу прямо... У меня очень хороший район. Я обожаю место, где я живу. Я действительно люблю это место. У меня то, чтобы доехать до работы, занимает 30 минут. Работа ее в центре Манхэттена. Неплохо, слушайте. Прямой поезд. У нас есть такой, называется Path Train. У меня... Да, 30 минут. Это уже включая то, что я иду к остановке. Это door to door 30 минут. Да, да, да. Ну, это очень неплохо. Это отлично. У меня новый чистый район. У меня очень хорошие соседи, американцы. Почем вещь? Что у вас есть и почем? Да, у меня комната. В доме? Нет, нет. У нас apartment complex. Большой такой, стеклянный, знаете, все такое. Вот. 1200 долларов в месяц стоит комната. Да. Но мне понравилось... Во-первых, мне очень нравится район здесь. Здесь очень близко. Здесь очень безопасно. Здесь... Я не хочу как-то не так прозвучать. Все очень белые. Максимум азиаты. И все. Ну, хорошо. Значит, цены у вас почти как у нас тут в Mountain View через дорогу. Ну, Mountain View может быть чуть-чуть дороже. Ну, хорошо. Значит, полчаса это тоже стоит. Потому что вы... Это отлично, да. Вам не нужно покупать автомобиль, вам не нужно покупать бензин и страховку. И стоять в пробках. Может быть, вы на автомобиле бы гораздо больше времени потратили, чтобы добраться. И еще надо было где-то стоять в центре Манхэттна, если представляете. Ну, я вам скажу так, почему я еще здесь выбрала. Потому что, да, у меня соседи американцы. И как оказалось, я искала комнату в Бруклине. Я очень переживала, что я не смогу людям объяснить. У меня нету кредитной истории. У меня того нету, того нету. У меня нету еще постоянной работы. Вот чтобы я сказала, да, где у тебя есть какой-то доход. И что для меня было странно, что ты звонишь, ты разговариваешь как бы с русскоговорящими людьми. И они начинают тебя спрашивать. Они начинают ставить... Я не знаю, может, это мне не повезло. Условия. Гостей не приводить. Вот там работа у тебя должна быть с 9 до 5. То есть, ну, там, с 10 до 6. Очень много каких-то странных условий. Платишь за 3 месяца, чтобы въехать. Ну, вообще непонятно. Здесь я пришла, я просто позвонила. Я говорю, можно по FaceTime поговорить, потому что мне дорого ехать. Я правду сказала своим соседям. Они говорят, хорошо. Потом я приехала. Никто у тебя ничего не спрашивал. Тебе распечатали лист. Ну, то есть, это как бы договор. Контракт аренды. Да. Ты платишь, как это, security deposit и за первый месяц. Все. И никто у тебя ничего не спрашивает. Я у них спросила. Говорю, а вот у меня есть там подруга. Она живет в Connect. Говорю, если она приедет сюда и захочет остаться на ночь, можно? Они такие. Вот мне понравился вопрос. Это типичные очень-очень чил-американцы. Они такие. А что, хочет на неделю или на месяц приехать пожить? Я говорю, да на один день. А, конечно, мы даже не заметим. Очень. У меня соседи прекрасные. У меня работа прекрасная. Я такой человек. Давайте проработаем. Давайте проработаем. Чего тестируем-то? Я тестирую интеграцию рекламы. Разной. Реклама интегрируется в какие-то социальные сети? Во что она интегрируется? Нет, везде. То есть я работаю в основном с таким инструментом, как Чарльз. И работаю с башней, то есть терминалом на MacBook. И что я делаю? Я смотрю пиксель. То есть мы смотрим, как работает реклама где-то. У нас может быть, что, например, есть сайт. Вот, например, New York Times возьмем. И компания Toyota. И компания Toyota хочет повесить свою рекламу на сайт New York Times. И они хотят узнать, сколько людей кликает на эту рекламу, сколько людей смотрит и сколько проходит. И вот мы идем как третье лицо между этими двумя компаниями, которые могут предоставить эту информацию. То есть у вас такая платформа, которая собирает статистику? Да, да. Делает аналитику, и вот мы тестируем, и у нас всегда что-то разное. Это может быть видеореклама, это может быть, я не знаю, картинка. Вы тестируете на вебе или на мобилках тоже? Везде. Где надо? Насколько я понимаю то, что вы сейчас сказали, вряд ли вы там можете использовать какие-то инструменты, такие стандартные инструменты автоматизации. Нет. То есть если вы там на бэкэнд куда-нибудь пойдете, но это другая история будет. Сигл используете? Нет. Нет, мы не используем. Мы только пишем, у нас очень много здесь тестовых сайтов, или мы, как это сказать, мы пишем тег. Ну, то есть как JavaScript тег, по которому потом мы можем отследить эту рекламу в Чарльзе. И вот там в Чарльзе есть очень много таких буквочек и показателей, и ты должен это все понимать и знать, чтобы разбираться, как оно работает. То есть ты знаешь, как оно в идеале должно работать, и потом ты идешь на аналитику, и вот ты смотришь, как это то, что сработало. Какое-то кодирование вы делаете? Приходится на чем-нибудь кодировать? А кодирование нет. Вот только пишу команды в башню. Теперь. Ну, у нас есть три команды QA. То есть у нас есть те, кто тестирует просто интерфейс. Человек пять, наверное. У нас есть команда, которая называется JS, то есть это мы. Тоже человек пять. Это те, которые конкретно смотрят, как реклама работает с сайтом. И у нас есть команда автоматизаторов. Они потом это все делают, поэтому я не в команде автоматизаторов, я в команде JS. И у нас все так распределится. У вас контрактная позиция или постоянная? Нет, у меня full-time. Full-time? Permanent? Да. Permanent. Бенефиты дают? Да, есть бенефиты. Но вот вы знаете, какая компания нас выкупила недавно. Да, знаю. Патисывала. Да. У вас солидная компания выкупила. Хорошо. Теперь, значит, мы не будем лишнего там... Нет, я вам хочу сказать, что солидная компания, но пока в сравнении бенефиты в предыдущей компании были получше. Ну вот для семейных людей, может быть, и в новой получше. Но у нас было больше выходных, ну как бы vacation days, у нас было больше дней по болезни, а сейчас нам так все... Ну я понял. У вас такое было бутиковое, а теперь вы будете как, ну так сказать, линкор, так сказать, индустрия. Ну да, бенефиты есть, страховка тоже есть. Ручку позолотили ручку? Ну, честно. Я когда спрашивала, да, на последнем интервью, ну которое у меня уже было с самым главным этим менеджером, и потом пришла HR, и она говорит, вот, ну давай поговорим. Ну, говорит, я знаю, что там приблизительно ты хочешь. Она говорит, вот конкретно, сколько, скажи мне, цену. И я испугалась, я сказала меньше. Честно, я ориентировалась в самом начале, можно говорить там в голосе, или люди будут как-то странно? Не надо пугать никого, прими, так. Да, ну вот, в общем, я хотела одну сумму, а в идеале вначале я хотела одну сумму, потом я ее так... Испугалась. Испугалась, я попросила меньше на десяточку. Ой-ой-ой, так. А мне дали больше на десяточку. Чем вы попросили, или чем вы думали вначале? Чем я попросила. А, то есть вам дали столько, сколько вы вначале думали? Именно столько, сколько я вначале хотела. Я вам скажу, из моего опыта, включая Нью-Йорк, все-таки у нас много студентов онлайновых, как вы. Я думаю, что если позиция постоянная, то очень-очень сложно, ну, в смысле, редко бывает, чтобы это было меньше, чем, скажем, там, 60 тысяч, это надо умудриться. Бывает, но очень редко. То есть это, скорее всего, это обычно, там, вот, с таким опытом небольшим, как у вас, это будет где-то между, там, скажем, 60-70, ну, вот такого плана. Ну да. Вот это такой диапазон. Ну, что же. Ну, я была довольна, вы понимаете, когда я попросила одно, я была уже рада, что они мне предложили оффер, да, что они мне... А вы уже получали денежку, или вы только так вот? Да, я уже получила, уже. А вы шикуете как-то вот? Есть такое, что вы теперь шикуете? Что вы себе позволили? Нет, ну, я человек такой, что я знаю, что когда у меня мало денег, мне очень сложно. И поэтому пока в первую очередь я отложила деньги на, как бы, последний взнос за адвоката, это уже у меня есть, еще на несколько месяцев оплаты своего жилья, если вдруг что, это все на черный день. Поэтому тратила я немного. Мне очень много надо было купить в свою, в комнату мою, потому что у меня было вообще пусто. Но уже все, я обустроилась, потому что я хочу, чтобы у меня было место, куда ты хочешь возвращаться, где ты хочешь жить. И вот у меня здесь всякие игрушечки миленькие, подушечки миленькие. То есть не то, что там надувной матрас какой-нибудь там? Нет, у меня большая кровать, у меня все, я потрачила. А почему такая маленькая, чем вам большая кровать-то? А потому что я хочу вот так, как звездочка. Я целый год спала на маленькой-маленькой кроватке, поэтому я хочу такую большую кровать. Но уже все у меня есть. Давайте так, значит, друзья какие-нибудь у вас есть за это время? Не друзья, друзья, друзья. А вообще друзья есть какие-нибудь? Друзья? Да, ну у вас есть с кем пойти там потусоваться, не знаю, в кино, на концерт, там, на пляж, я не знаю. Друзья есть какие-нибудь? Да. В гости пойти? Да, ну немного. Если я скажу немного, это значит очень-очень мало. Я очень хорошо, в хороших отношениях со своими соседями по квартире. И сначала я с ними никуда не выход... Они меня постоянно приглашают там где-то, я не знаю, погулять, как хэнаут. Они говорят, но... Да, я экономила, мне было жалко денег, честно скажу. И сейчас вот последние там две недели, наверное, нет, я не отказываю. Я хожу, я кушаю мало сама по себе, но я хожу с ними, я хожу на ланчи со своими коллегами. Они у меня просто замечательные, все замечательные. Я не знаю, я горжусь прям собой, что я попала к таким замечательным людям. С точки зрения вот того, чем у вас учили в школе у нас и чем пришлось в итоге заниматься. Я понял, что там то, что у Баранцева, оно к вам не пригодилось как бы. Не пригодилось. Но это неплохо, что вы как бы были готовы. Ну, оно у меня есть. Хорошо, хорошо. Теперь, значит, вот то, чем мы вас учили, там тест-кейс, баг-репорты, там как бы методология и так далее. Это то, что вы делаете на работе или там как бы совершенно другой мир, как на другой планете? Другой мир, я бы сказала. Но есть такое понятие, как надо спросить, надо, не знаю, попробовать, надо научиться. И мне кажется, что многому научили в школе как бы спрашивать, искать, пытаться и не бояться, что ты что-то там не можешь. Нет, но тест-кейс, он остался тест-кейсом? У нас нету, если честно, тест-кейсов. А баг-репорты пишите? Мы просто в Jira, это не баг-репорты, мы как, ну, комментарии пишем, я бы не сказала. У нас есть команда инженеров, ну, девелоперов, и вот есть команда QA, и мы сбрасываем одно другому. Вот оно работает, мы такие, нет, не работает, оно опять работает. Я понял, то есть вы так как бы ищите всякие... Да, 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 у нас еще есть Slack, и очень много там просто переписок, ты отправляешь номер, например. Я понял, у вас очень неформальные обстоятельства там. Я думаю, что когда вас окончательно интегрирует... Оккупирует. ...в эту компанию, которая вас приобрела, да, вы будете гораздо ближе к тому, чем у вас учили, потому что там порядок есть. Ну вот надеемся, что так оно все сложно не быть, потому что, ну, если честно, вот у меня все в компании, они так борются за свое имя, чтобы имя компании осталось, чтобы офис остался, где мы работаем. Ну, я скажу, что люди, которые работают у меня в компании, вопрос, который я спрашиваю где-то среди первых пяти, если я знакомлюсь вот с новым человеком в компании, не только в команде, я спрашиваю, как долго он здесь работает. Мне почти все работают год-два, ну, где-то так. То есть люди не хотят уходить, им там нравится, им просто там нравится. А по пять, по десять нету? Наверное, есть, но... Ну, хорошо, год-два для вас большая перспектива, то есть вы такая еще молодая самая. Ну да, ну просто пока мне нравится, понимаете, если я раньше, вот это очень так приземленно, но я должна была просыпаться в шесть часов, чтобы приготовить ланч детям, трое деток, чтобы приготовить им завтрак, чтобы их отправить в школу, чтобы никто не опоздал, потому что это автобус. Потом они уходили в школу, у тебя как бы свободное время, но ты уже не поспишь, ничего. Они приходят со школы, и ты опять делать уроки, проконтролировать, чтобы все почистили зубы, уложить спать, почитать на ночь. Девять-тридцать, ты только свободно. Слушайте, восемьсот баксов, это совсем небольшие денежки. Это вообще ничто. Ну, и я не хочу говорить, но у меня даже знакомый один сказал, американец, вот когда рассказывал просто в отношениях семьи, он говорит, they treat you like a shit. Окей. Ну, понятно. Давайте вот что. А вот вы же в группе, которые учились, там наверняка из Нью-Йорка там пять, шесть, может быть, и десять человек. У нас из Нью-Йорка много народа. Вы с ними никак не пересекались? Как-то у меня, я не знаю, я, кажется, дружелюбный человек, но мне очень мало отвечало. Те, у кого я спрашивала, просто совет. Как бы, как, ну, вы нашли работу какую-то в Нью-Йорке, вот что, как там у вас. Или о жилье спрашивала. Я не хочу, я не хочу быть абузой, я просто спрашиваю, вот где искали. Это реально. Как-то у меня нету очень много позитивного опыта, чтобы я рассказала. Люди немножко шарахаются, потому что боятся, что там на шею сядут или там в какие-то интимные детали полезут. Потому что, как бы, наши соотечественники известны тем, что они любят, они не понимают, что такое прайвеси. Да. И они вот куда-то там, да. Ну, у меня очень хороший знакомый, который с нашей группы, он, правда, в Техасе. Привет, если ты там будешь смотреть это видео. Я очень ему благодарна. Он нашел уже работу, и он очень поддерживал, вот, именно морально, именно в процессе поиска работы. То есть, он уже прошел этот путь, и он говорит, все будет хорошо, что-то там переживай. Есть ребята, есть ребята, настолько позитивные, и настолько вот от них лучится вот эта вот энергия созидательная, да. И они делятся, делятся, делятся. Есть такие, в каждой группе таких есть несколько человек, но их никогда немного. Их вот чуть-чуть, чуть-чуть. Да, ну, не знаю, как-то... Нет, нет, я говорю, я очень открытый человек, я очень дружелюбный человек, но... Ну, вот не было у меня хорошего опыта, чтобы я действительно рассказала, что, я не знаю, вот такие, да, прекрасные, вот прям в Нью-Йорке. Нет, мне не надо, чтобы кто-то меня взял за руку и привел на работу, но вот хорошим словом не помогут. Поэтому я такая, я настолько благодарна вам. Я здесь одна, вообще одна. А, я приехала в дружую страну, но... Нет, нет, у вас есть я. Хорошо. И наши зрители, вы смотрите, у нас много зрителей, они, те, кто досмотрел до этого места, обязательно должны поставить лайк, а многие поставили лайк уже, еще даже не досмотрев. Им сейчас придется отодвать тот лайк и заново делать. А еще, может, напишут, там русский язык такой не очень. Напишут, напишут. И, нет, наоборот, они хорошо напишут. А вы, я-то знаю, что дальше будет. Дальше будут молодые люди пытаться познакомиться, будут мне писать, Михаил, вся надежда только на вас, как познакомиться. Я увидел Ивану и понял, что вся моя жизнь, это, значит, она. Я привык уже к этим сообщениям. Я вам скажу так, что... Я не очень такой человек, что... Со мной сложно познакомиться, мне сложно познакомиться с людьми. На улице или вообще в интернете. Я ознакомлюсь, но, как бы, я не знаю, я много работаю. Я люблю свою работу вот на данный момент. И я действительно очень много времени там провожу. И у меня, вот, представляете, я, как бы, нашла время поговорить с вами, записать интервью. Просто я надеюсь, что это как-то еще кого-то смотивирует, что может быть сложно. Сложно, сложно может быть, но если ты решил, если у тебя есть цель выше этого, которая может, я не знаю, длиться там, чтобы ее достигнуть, она может длиться годами. Ну, пожалуйста, идите к вашей цели. Вам потом будет очень-очень, как у меня учительница говорила, чтобы не было мучительно больно за бессмысленно прожитые годы. Она цитировала. Да, она цитировала. Мы эту вещь-то все учили наизусть. Да, и, знаете, жизнь дается человеку только один раз. И прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бессмысленно прожитые годы, чтобы не жег позор там и так далее. Но это из «Как закалялась сталь» Островского. Когда мы уезжали, это переделали, это вот эту историю, поскольку все знали наизусть, ее переделали. Жизнь дается человеку только один раз. И прожить ее надо там. Не так, а прожить ее надо там, чтобы не жег позор. Там и пошло, и поехало. Вот я просто хочу, я не знаю, у меня нет, может, этой мудрости, которая приходит только с годами, там, я не знаю, семейной жизнью и так дальше. Нет, я один ребенок в семье, у меня родители молодые, у меня очень свободные отношения, как бы и родители меня отпустили, и они у меня прекрасные. Вот когда я уже уехала, я очень благодарна им за то, как они меня воспитали. Вряд ли я не буду смотреть это видео, но я их люблю, даже если мы ссоримся, говорим очень редко, но у меня лучшие родители в мире. И я хочу сказать, что никогда не надо, даже если ты уже чего-то достиг, да, вы можете отдохнуть, но делайте тогда, есть short-term goal and long-term. Короткосрочные и долгосрочные. У меня постоянно есть короткосрочные цели, вот у меня прям стикеры везде, то купить, то сделать, то прочитать, то посмотреть, делайте это, вам, мне так приятно. Да, у меня вот на бумажке, каждый день там. Да, у меня тоже вот что-то там. И в Америке тоже я себе пообещала, что я буду смотреть, что я не буду заниматься пиратством, я за все плачу. Я действительно горжусь тем, что я плачу 30% налогов, потому что я плачу по максимуму. Ну, я, у меня нету детей, семьи, никаких dependency, но когда мы обговариваем это с моими родителями, они в шоке, когда они слышат, сколько. А я довольна, вот я хожу по этим чистым улицам, я чувствую безопасность, я знаю, что у меня есть деньги пойти купить то, что я хочу, в принципе. И я в стране, в которой я хочу жить, я хочу здесь жить, и вот мне хорошо себя чувствовать как valuable, как человеком, который вот может что-то дать этой стране, не только взять, а дать тоже. Ну, я думаю, что 30% это вы преувеличиваете. 27. 30% может быть, это какая-то часть вашего дохода, верхняя, попадает туда, но дело в том, что остальная часть дохода идет по более низкой шкале, поэтому в итоге, когда вы уже заплатите, и вам вернут, пересчитают и так далее, это может быть и 20, и 22, там, я не знаю, зависит от разных обстоятельств. Да, мне говорят, вот у нас аккаунт-менеджер, который в компании, я у него спрашиваю, я сказала честно, говорю, я иммигрант, я хочу платить так, чтобы у них не было претензий ко мне. Они, он мне сказал, плати тогда сингл-зиро, ну, то есть, нуль, у тебя нету ничего, максимум. Говорит, потом в конце года они пересчитают, они тебе вернут, сколько они посчитают, возможно. Говорит, они почти всегда что-то возвращают, поэтому вот чтобы не переживать, чтобы спать спокойно, говорю, так, плати, мне нормально. Я сейчас смотрю, мне нормально. Я помню, у нас были моменты, ну, правда, мы вдвоем, и мы хорошо получали, но у нас были моменты, когда начинают считать и выясняют, что мы еще 15 тысячам должны. Ого. Ну, да, потому что, когда складываются два дохода, то ты переходишь в существенно более высокий такс-брекет, и, то есть, с тебя на работе берут, но с тебя берут вот тут, и с тебя берут вот тут, а когда складывается, то там совершенно другой расчет идет, и поэтому в итоге, оказывается, еще хорошо зарабатываешь, получается, что ты еще должен там, где 10, где 12, где 15. Мы просто каждый месяц еще дополнительно откладывали. У меня мама, ну, они же, как бы, у меня родители в Украине, и они честные. Зарабатывают они, ну, хорошо, но они все равно честные, они очень тяжело работают, и тяжелым трудом зарабатывают эти деньги, но когда я им сказала, там, о налогах, о налоговой системе, вот, рассказала мне. Первый вопрос мамы, а что, нельзя как-то так, чтобы не платить, говорю, мама, я приехала в эту страну, говорю, зачем мне Украину привозить в Америку, Украина в Украине? Ну, да, ну, странно, но я, в принципе, счастливый человек. Да, говорит, мама, что вы такое говорите? Это же другая, совершенно другая страна. Ну, ладно, давайте мы вашим родителям особый привет передадим от меня тоже, потому что, я думаю, вот, ну, здорово, когда есть такая Иванка, правда? Вот, и я как сам уже и папа, и дедушка, у меня две девочки, между прочим, вот, одна скоро вас по возрасту, ну, не догонит, конечно, но скоро, там уже, сад, мои 10 лет уже, тоже такая беленькая, глазки светлые. Да, вот, но насчет мудрости вы начали говорить, я думаю, что у вас ваши, там, 22 года мудрости больше, чем у многих моих ровесников, на самом деле. То есть, вы, может быть, у вас нет какого-то, может быть, такого вот жизненного опыта, вот, какого-то, там, еще, там, скажем, семейной жизни, там, воспитания собственных детей, там, я не знаю, чего еще, но вы уже столько всего набрались, и столько всего осмыслили, и столько всего пережили, и еще до того, как в Америку попали. Понимаете? Да. И, и, вот, говорят, там, в эмиграции трудно, знаете, я когда слушаю людей, которые, вот, мы уехали, а они остались, да, и я когда слушаю, чего на их долю выпало, там, я думаю, боже, так это легче два раза эмигрировать, чем, чем вот эти вот 90-е жуткие, там, и, боже, я, 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 когда слушаю, у меня сердце кровью обливается. При том, что нам тут тоже мы хлебнули, как следует, там, и так далее, ну, ну, ладно, давайте мы на высокой позитивной ноте выразим уверенность в том, что даже не один, а, может быть, несколько человек, которые посмотрят наши видео, у них в жизни что-то такое произойдет, помимо желания познакомиться, вот, и они как-то вот что-то такое сделают, и прорвутся на какой-то следующее время. Да, я очень самостоятельная девушка, если что, ну, да, поэтому, я хочу, можно, несколько слов просто молодым людям, я знаю, что, может, там, взрослые, они не очень... Молодые это сколько? Ну, вот такие, как я, люди, которые решаются, не решаются, вот подумайте, оно того стоит или не стоит, потому что вам надо, если вы хотите эмигрировать в Америку, не знаю, в Австралию, в Новую Зеландию, Канаду, неважно, в Японию, просто подумайте, оно того стоит, оно будет сложно, никогда легко не будет, но есть мотивация, которая может быть выше любых преград на вашем пути к вашему собственному счастью, и я всем желаю, чтобы вы этого добились, я не знаю, в эмиграции, дома, в своей стране, на своей улице, неважно, просто я хочу, чтобы вот у вас как по минимуму было то чувство, которое у меня утром, я просыпаюсь, и я счастлива, это понедельник, это воскресенье, или это пятница, я просыпаюсь, и я довольна тем, что вот я должна собираться на работу, я довольна на работе, я довольна, когда я прихожу домой, я довольна, когда я разговариваю со своими, может быть, у меня не так много этих знакомых, но в принципе у меня есть с кем погулять на Манхэттене после работы, у меня есть с кем, я не знаю, погулять вот на выходных, если я очень захожу, я просто довольна, вот каждый день у тебя нету чувства, что что-то не так, но до этого момента, пока я пришла к этой точке, у меня было очень много разочарований, и почти каждый день я должна была вспоминать, зачем я это делаю, а надо ли оно мне, а вот сколько девушек просто удачно вышли замуж, и живут, и ни о чем не переживают, и красивые фотографии постят в инстаграм, а ты, я не знаю, там мебель собираешь, и себе пальцы отбиваешь, ну, оно того стоит всегда, вот эта самореализация, какой вы ее видите, как бы сложно не было в жизни, потом оно, то, что, то, чего вы достигнете, оно будет вас мотивировать и мотивировать, и я уверена, оно сделает вас хорошим, достойным человеком, потому что для меня важно чувствовать себя достойным членом общества, скажем так, и я считаю, что я достойная, и я считаю, что я не просто так, что я кто-то, очень важно быть кем-то, кем вы себе нравитесь, акторам, музыкантам, я не знаю, тестировщикам, девелоперам, вы себе нравитесь таким, каким вы есть, или вы хотите таким быть, это важно, быть тем, кем ты хочешь быть, я не знала о тестировании еще полтора года назад, но сейчас, да я же знаю, что это то, чем я хотела заниматься всю жизнь, важно любить то, что вы делаете, и я не знаю, может в какой-то мере это самовнушение, но если у вас так хорошо с самовнушением, как у меня, я за вас буду рада, надо, надо иногда победить себя, это намного, это многого стоит, вот это все, что я хочу, я знаю, что молодым людям сейчас очень тяжело найти себя, и первое, ну, одна из первых фраз, которую мне говорят даже мои друзья, которые в Украине, а вот тебе повезло, да, конечно, я вот пришла в Борисполь, и мне повезло случайно, говорят, вот вы, Иванка там такая-то, пожалуйста, на борт в Америку, сейчас вас там Обама встретит, и Мишель, ну, так не бывает. Говорят, дуракам везет, а все остальные они добиваются. Да, поэтому никогда не будет, что, а вот повезло, программу нашла, еще что-то там нашла, еще что-то там нашла, нет, ну, я не лаки человек, но, тем не менее, я счастлив человек, на данный момент, я вот счастливый человек. Я бы вот, слушая вас, сказал бы, что вы очень важное слово сказали по ходу этой речи, замечательной, вы сказали слово самореализация, и если речь идет о том, когда вы говорите, подумай, подумай, оно тебе надо, там, и это далее, вы не можете подумать всерьез об этом, не думая о самореализации, не думая об истоках, откуда мы взялись, для чего мы взялись, для чего нам, вот, для чего вот эта жизнь наша, вот она, понимаешь, если мы начинаем смотреть, сколько я зарабатываю, сколько мне дадут, дадут ли мне больше, чем я сейчас получаю, от чего я поеду, если у меня это есть, и это есть, а там еще неизвестно, будет ли, и так далее, ты не рассуждаешь категориями самореализации, и ты не рассуждаешь категориями, зачем я здесь нужен, и в чем смысл моей жизни, и как бы, иду я своим путем, проживаю я свою жизнь, или какую-то чужую, и вот это, это очень важно, это ключевое слово было, самореализация, то есть, если тебе для самореализации нужно куда-то переместиться, переместись, если ты можешь самореализоваться дома, вот у тебя детки, у тебя там и работа любимая, не знаю, там, воспитателем детском саду, например, ну, и тебе все хорошо, ну, ради бога, ну, не надо никуда перемещаться, но это сложно, это очень сложно, очень философский вопрос, и вы так его на ходу так раз. Я тоже, я не скажу, что я была фанат иммиграции в Соединенные Штаты, нет, я очень даже патриот, я ничего не боюсь, ну, то есть, не стесняюсь, не боюсь, я не стесняюсь, у меня есть политические взгляды, я, в принципе, политически активный и заинтересованный человек, я очень люблю свою страну, и я люблю Америку, потому что я здесь живу, я, как бы, это адекватно, ты, это был твой выбор, ты приехал в страну, в которую ты хотел, как можно не любить, ну, это странно, для меня это странно, это непонятно, это логика, просто у людей бывает иногда странной. Да, но я люблю, я, в принципе, считаю, что надо иметь какие-то взгляды, даже если ты молодой, надо знать, кто ты, просто внутри, какие тебе парни, девушки нравятся, какая тебе работа нравится, хочешь ты уехать, не хочешь, твои отношения с родителями, и надо уметь принимать решения. Это очень сложно, и для меня это очень сложно даже сейчас, потому что, ну, я, в принципе, неуверенный человек в себе, и иногда надо переступить себя, и, да, вот надо сказать, да, я сделаю так, или, да, пусть будет так, пусть будет это. Надо иногда вот подписывать такие невидимые документы. Друзья, если неуверенные вот так могут, то вы-то уже все остальные. Да, действительно. Да. А главное улыбаться. Я всем на интервью улыбалась, я постоянно улыбаюсь. Улыбнитесь, улыбнитесь нам. Я постоянно улыбаюсь. Окей, хорошо. Да, я улыбка хорошая. Улыбка хорошая. Да, я с ней даже... Домушка, может быть, вы скажете пару слов ребятам, которые помладше, вот таким, которым, может быть, 15 лет, 16 лет, 17 лет, вот они в старших классах, они скоро школу закончат, они что-то такое должны в жизни для себя выбрать, какие-то решения принять, им родители что-то навязывают, какие-то, они, может быть, не очень понимают, знакомые какие-то, которые, может быть, совершенно лишние в их жизни люди. Как вот? Что-то для молодых. У нас есть молодые ребята на канале, я просто вот думаю, вы ближе туда, может быть, что-то вы такое скажете. В первую очередь, быть немножко эгоистом, это звучит грубо, но, да, когда ты молодой, когда ты заканчиваешь школу, у тебя, у меня было очень много друзей. Спросите, сколько у меня сейчас осталось в Украине. Я только за с ними поговорить, но им ты уже не надо, большинству, когда ты где-то далеко. Поэтому быть внимательным к людям, с которыми вы общаетесь, и если вы выбираете свой жизненный путь, выбирайте свой жизненный путь, опираясь на то, чего я хочу. Чего я хочу? Не что хотят мои родители, что ожидают от меня кто-то, чего вы хотите? Потому что, если вы будете, как бы, опираться, я не знаю, как это... Если они отдадут решение в чужие руки, то это не будет их решение. И всегда, и самое главное, не будьте ни рыба, ни мясо. Что тебе нужно в своем жизни? Вот, как бы я сказала. Что тебе нужно? Это так чисто на украинском языке, но это именно эмоционально оно спрашивает. Что тебе надо? И вы должны понимать, потому что иногда, вот люди, я помню себя в старшей школе, ты у них спрашиваешь, вот кем ты хочешь быть? А что ты будешь делать? А вот ты, там, я не знаю, идешь, вот ты будешь учителем истории, а что дальше? А ну я не знаю, вот там у меня родители, вот там у меня какие-то знакомые, да просто, чтобы был диплом. Нет, вот это плохо, это никогда вас не промотивирует. И всегда делайте то, что вы не верите, вы можете сделать. Нет, вы сможете сделать. Если вы это хотите, если вам это пришло в голову, значит, вы его сможете сделать. Вы просто в себя не верите. То есть не давайте другим людям определять, кто вы есть и что вы можете. Да. Сами решайте, конечно. И главное верить. И не надо делать. Ну да, вот я там хочу замуж за Леонардо Ди Каприо. Ну, это, конечно, мечта. Но, в принципе, если вот вы хотите уехать, стать тестировщиком, еще чем. Если вы этого хотите, делайте. А не просто, у меня плохо с математикой. У меня очень было плохо с математикой. Но ничего, нормально. У меня, я думала, у меня очень плохо с английским. Ничего, нормально. Я сейчас на украинском языке разговариваю реже, чем на английском. А можете, знаете, там, Микола, давай мы тебе новый паспорт выпишем. Да. Вместо Микола будешь Леонардо Ди Каприо. Да. Ну, это на самом деле не важно. Ну, важно, какой человек. И что еще? Не жалейте себя. Это очень плохо. Жалеть себя. Мне бывает себя очень жалко. Но не жалейте себя. Будете себя жалеть, не будете ничего делать. Кнутом себя. Да. И не разрешайте людям вас жалеть. Особенно родителям. Потому что родители это те, кто поддержит. И кто всегда тебе скажет. А, ну тебе надо. Вот ты с нами живи. Вот мы там, вот пока у нас что-то там есть. Вот мы пока поможем тебе. Не слушайте такого. Просто запретите им такое говорить. Потому что это убивает молодость. И это убивает силу. И это убивает мотивацию. Да. Значит, Иванка. Я чувствую, что мы с вами должны будем делать отдельный сериал для молодежи. Потому что мне очень близко то, что вы говорите. Но вы говорите такие вещи, которые я, например, и сам не говорю. Хотя вот когда я вас слушаю, я понимаю, что это очень здорово. И кто-то должен сказать. Значит, давайте ему... Единственное, что перед тем, как мы расстанемся, значит, когда видео выйдет, вы ходите туда и в комментарии отвечайте. Чтобы наш зритель не почувствовал себя заброшенным. Сиротой такой интернетовской. Ладно? Будете? Я буду. Отвечайте. Я вот единственное еще на самый конец. Я говорю. Я уже повторяла очень много. Человек неуверенный. Я не публичный человек. Я очень спокойная и тихая, и домашняя девочка. Вот. Ну, так оказалось в Америке. Ну, это ничего. Очень такая... Я очень тихо это сделала. Тихо и по-домашнему. И я прошу. Вот, люди, если вы досмотрели видео до этого момента, вам что-то не понравилось во мне. Ну, я не сто баксов, чтобы всем нравиться, как говорят. Поэтому не надо писать ничего плохого. Я знаю, что у меня есть недостатки. Вот, если вы пришли, и вам что-то интересно, или вам интересно со мной поговорить, пожалуйста, в комментариях пишите. Если кто-то хочет что-то написать, не надо, не надо. Посмотрите, я же такая милая. Не надо, не надо. Вот меня расстраивать. Я буду плакать. Солнышко, есть такая вещь. Мы не можем управлять чужой жизнью. Если у человека есть проблема, он с этой проблемой должен сам бороться. Эта проблема может реализовываться, в частности, в том, что он ходит, какие-то гадости делает, он их говорит. Когда-то анонимки писали. А сейчас тоже весь интернет в анонимках. Да, он там из-под ника какого-то левого, какой-то дрянь пишет. Он это делает для себя. Это не имеет отношения к тебе никакого, или ко мне никакого. Это просто у человека какая-то своя проблема, своя болезнь какая-то. Поэтому дело не в том, что он к нам хорошо относится, или к нам плохо относится, или он относится плохо к этому или к тому. Он сам с собой не разобрался в этой жизни. И он вот это вот выплескивает. Поэтому, конечно, можно к ним обратиться, но оно не нужно. То есть мы это административно решим, и все, господи. Вот еще что я хотела сказать. Это уже самое-самое последнее. Что если у вас случаются какие-то проблемы на вашем жизненном пути, или на пути к вашей цели, всегда пытайтесь найти какой-то профит. и как оно beneficial you. Как оно вот... Что я с этого буду иметь? Да, да. Что, да, может быть, 90% вот с этой ситуацией, которая случилась, это плохо, но вы смотрите на эти 10%. Вот, а чему это меня научило? А вот, возможно, вот я недовольна, потому что я приехала в эту семью. Но зато вот где я сейчас, вот я думаю, а может оно как-то было, понимаете, судьбоносимое, судьбоносно для меня приехать именно в эту семью, я не знаю, такое иметь, поэтому всегда, когда вам сложно, и вы думаете, вот это папандос, вот это как не повезло, так не повезло, а вы ищите, я не знаю, позитивные моменты, даже если их нету. Представьте, что вот это вас научило чему-то. Это очень важно. Безусловно. Как говорит дядя Миша, можно я вас... У меня, кстати, папа зовут Михаил, я Ивана Михайлевна. Ой, так чего говорит дядя Миша? Вот, вы дядя Миша, не мой папа, хотя у меня папа тоже очень юный. Nice attitude. Всегда. На интервью nice attitude and positive attitude. Be positive. Да, вы же такое говорили. Правда? Да. Правда. Это вы изъяли из моих слов. Да, Иванка услышала, а я что говорю? Я так себе говорю. Нет, ну, конечно, это очевидные вещи, да. К сожалению, если человек негативно настроен, ты не можешь ему сказать, эй, ты что это, ну-ка давай позитивненько, понимаете, а он вот так. Если можешь, давай, если не можешь, значит, надо пережить. Да, когда тяжело, я просто хочу сказать, и когда вам кажется, что вот все уже хуже быть не может, и я настолько разочарован, и я там готов, не знаю, вот сесть и плахать, всегда найдите то, что это вам может дать, что это вам может принести, сделать вас сильнее. Я не знаю, как кто себя мотивирует, но всегда ищите что-то, что может быть полезным. И никогда не смотрите на то. Безусловно, трудности и неудачи, это именно то, где человек в основном учится. Он мало учится на успехе, он в основном учится там, где у него не проходит, и тогда он должен искать, 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 перебирать, и вот тогда получается. И, конечно, это очень важно. Опыт неудач, опыт трудностей, это самый главный опыт жизни. Да, но ничто не сможет человека сломать, пока он сам не захочет сломаться. Ура! Значит, мы договорились. Всем зрителям привет, пока, и до скорых встреч. И пишите комментарии, ставьте лайки, и Иванка лично ответит вам на ваши добрые комментарии. Да. Отлично. Счастливо. Спасибо.